Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео для новичков, начинающих архоманов, которые просто последние несколько месяцев закидывают одними и теми же вопросами с предложением, чтобы я снял на примере одной какой-то орхидеечки видео, о которой есть видео на нашем канале в разные этапы ее жизни. И такое вот сборное видео с такими вопросами, как можно ли пересаживать орхидеи цветущими, когда можно пересаживать орхидеи, как пересаживать, какой уход после пересадки орхидеи необходим, как сменить полив орхидеи, что нужно сделать после того, как отцвела орхидея для следующего повторного цветения и стоит ли отрезать отсветшие цветоносы и как, когда это лучше сделать. Вот такие вопросы, объединяющие одно видео сегодняшнее, я и хочу озвучить в этом видео. И на примере нашей с вами орхидеечки, все это дело разложить, показать и по всплывающим ссылкам отправить на те или иные видео, снятые на все этапы жизнедеятельности этой орхидеи. Ну, давайте, друзья, начнем. Еще раз повторю, это видео очень необходимо новичкам. Чтобы на задаваемые вопросы ссылочку на это видео кидать. И человек с нуля посмотрел это видео, и все, такая картина вырисовалась общая по уходу за орхидеей фаленопсиса. Ну, давайте начнем. Итак, друзья, вот наша с вами орхидеечка. Это орхидея фаленопсис Шанхай. Мы пересаживали ее ровно 13 месяцев назад, в феврале прошлого года, цветущей. На тот момент она цвела у нас уже 3 месяца подряд. Всю свою жизнь, а она у меня уже около 10 лет, она стояла на западном окне. Без какой-либо дополнительной подсветки. За всю свою жизнь я ни разу ее не подсвечивал никакой дополнительной подсветки. Ей света дневного с окна всегда хватало на западном окне. Поливал я ее всегда методом погружения до этой пересадки. Погружение в воду на 2,3 горшка на несколько часов. Видео все это тоже я рассказываю. Видео пересадки можете посмотреть, послушать. По ссылке вверх перейти. И пересаживали мы ее в обычную кору, которую купили в Люра Мерлене. И в двойной горшок Сантино объемом 2 литра. Так, чтобы 2-3 сантиметра было пространство от корневой системы до стенок горшка. Вот такой вот он 2-литровый горшочек Арте Сантино с двойным дном, с двойным кашпо. Внешним и внутренним. Кору взяли для дренажа крупную, пакет, в котором уголь, мох и крупная кора Джолио. По-моему так называется, если правильно. Но она продается только в Люра Мерлене. Недорогая, готовая к посадке орхидеи. Мох мы не брали. И распотрошили горшочек. В горшочке оказалось не так все плохо. Несколько лет мы не пересаживали эту орхидейку. Чуть-чуть подрезали отмершие кончики корней. И сделали пересадку вот в такую самую дешевую коро-щепу. Я бы так сказал. Выбрали оттуда щетки деревянные. Добавили коры нормальные из другого пакета. И размешали, добавили еще 20% древесного угля. Кому эта посадка в подробностях интересна, по ссылке можете перейти и посмотреть, как мы ее сделали. И следующие 2 месяца мы ее также погружением поливали. И вот, через 3 месяцев, ссылочка вверху, можно посмотреть. Эта орхидеечка через 3 месяца продолжает цвести. Буквально через 2 месяца после пересадки, в апреле месяце, мы ее перевели на мокрые пяточки. И вот возникает вопрос, как это сделать, перевести на мокрые пяточки, полив, после того, как мы орхидею поливали методом погружения. Друзья, все очень просто, до банальности просто. После того, как последний раз вы ее погрузили в воду, ставите отстаиваться орхидею на 2-3 дня. И уже на 3-4 день можно спокойно наливать на дно воды, так, чтобы 1-1,5 см перекрывали дно внутреннего горшка, в котором непосредственно сидит орхидея. Если же корни еще не достают дна горшка, то можно иногда, раз в 10 дней, погружать на буквально 5-10 минут горшок в воду, на 2-3 высоты горшка. И вот, друзья, следующее видео. Видео сделано после того, как орхидея отцвела еще несколько месяцев. В конце лета я показываю, в каком состоянии орхидея. По ссылочке можно вверх перейти и посмотреть, как видео называется. Орхидея отцвела. Что дальше? Удобрение и полив, подготовка к следующему цветению. В этом видео я рассказываю о том, как необходимо поливать, как я удобряю орхидею эту, находящуюся на мокрых пяточках. Потому что вопросы тоже возникали, связанные с удобрением. Как же замачивать, погружать внутренний горшок в воду, когда орхидея вот так находится на мокрых пяточках. И в этом видео я прекрасно все рассказываю. Как я удобряю, с какой периодичностью я удобряю, что делаю, как поливаю. Поэтому можно пройти и полное видео посмотреть на эту тему и получить все ответы на интересующие вас вопросы. Более того, я рассказываю, какие необходимы условия для того, кроме комплексных удобрений, какие еще условия необходимы для того, чтобы орхидея начала выдавать повторно цветоносы в кратчайшие сроки. И вот вы видите на ваших экранах, как раз орхидея находится 2 трети, погруженные в растворе с удобрением. А это вот листочек. Кстати, кто может посмотреть, как легко отрезать листочек вот так вот. И потом срез перекиси водорода обработать. А это уже орхидея 48 дней спустя после того видео. Тоже ссылку можете посмотреть. Называется «Цветонос орхидеи заблудился. Быстрый рост за 48 дней». Это результат нашего комплексного ухода после того, как орхидея отцвела. И как за короткий промежуток времени вызвать вновь повторное цветение. И все вот это вот все я показываю, рассказываю. То же самое. Как раз это осенние перепады температур. Одно из главнейших условий. Вот вы видите, в конце лета ничего, никаких цветоносов не было. Корешков не было. И буквально через 48 дней два цветоноса по 20, по 15 сантиметров. Корни окутали весь внутри горшок. И воздушные корни тоже во все стороны лезут. Вот в таком состоянии орхидеичка на конец октября прошлого года. Буквально меньше года. И она уже второй раз у нас с вами цветет. И весь этот уход не заставил себя долго ждать. И буквально еще через пару месяцев, буквально в середине декабря прошлого года, получается там 3 небольших месяца назад, первые цветочки распустились. Видео так и называется. Новогоднее цветение Шанхай. Как итог пересадки орхидеи в самую дешевую кору, друзья. Да, вот так она начала цвести на Новый год. Начала себя показывать в таком состоянии. И вот буквально сегодня я снимаю это видео. 30-сантиметровая линейка стоит рядом с горшком, чтобы показать вам соотношение высоты ее цветоносов. Вот тот листочек, который мы обрезали. Он самый нижний, самый старый. Орхидея из него получала питательные вещества, потому что она зимой стоит на подоконнике без какой-либо дополнительной подсветки. И ввиду недостачи фотосинтеза, возможно, просто вот она брала питательные вещества. Но при этом корни, вы видите, у нее просто обалденные. Внизу все в корнях. Все укутано в корнях. Даже если вы можете увидеть, там даже где-то водоросли на стенках горшка прорастают. Конечно, я ее буду пересаживать в этом году. Буквально через месяц, возможно. Вот водичка. Кстати, меня спрашивали, не цветет ли вода. Друзья, вода не цветет. Она даже запаха не имеет. Вот такая вот особенность воды. Корни орхидеи, в которой находятся. И вот, посмотрите, друзья. Вот такое на сегодня цветение. На одном из цветоносов этой орхидеи цветов, сколько получается, 7 цветов распустилось. На втором цветоносе уже распустилось 9 цветов. Цветонос один, там где 9, около 75 сантиметров длиной. А там где 7 цветов распустилось, он высотой где-то примерно 60 сантиметров. Чуть покороче. Ну вот такая вот, друзья, красота. Это все результат комплексного ухода за этой орхидеей. После ее пересадки ровно 13 месяцев назад цветущей. И вот прошло 13 месяцев, она уже повторно у нас цветет с двумя, друзья, цветоносами. И, кстати, подкармливать я ее перестал после того, как начали формироваться бутоны. В ноябре еще, когда вот-вот перед открытием первых бутонов, через за месяц до открытия бутонов, я ее перестал подкармливать. Но не потому, что по каким-то там сугубо каким-то там причинам, что нельзя подкармливать орхидею цветущей. Друзья, можно. Если мы беремся подкармливать до начала цветения, можно подкармливать орхидею удобрениями комплексными круглый год и во время цветения. Просто делать это реже и в два раза дозу, ну, как бы меньше делать. Я просто перестал подкармливать из-за того, что мне просто стала лень. Орхидеи очень много. А даже у меня времени не хватает видео снять для канала, а тут еще подкармливать надо. Поэтому я просто из-за лени перестал ее подкармливать. И все это время орхидея и в зиму, и в зимний период, находясь на западном окне, была на мокрых пяточках. Да, друзья. Все это время. И вы видите, что цветоносы продолжают еще расти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот там, где семь бутонов, еще дополнительно шесть бутончиков наращиваются. Как долго и как много она будет отращивать, я не знаю. Об этом мы узнаем, увидим. Вот такой вот, друзья, уход за этой орхидеей за последние 13 месяцев, даже больше. Все видео на канале имеются. По ссылкам вы можете переходить, смотреть. И вот я сейчас вам покажу, как я выгляжу на ее фоне. Посмотрите. Вот такая вот орхидея в прошлом цветении году была. И вот такая сейчас. Вот так, друзья. Надеюсь, это видео будет полезно новичкам, которые хотят узнать, как на примере одной орхидеи, от начала пересадки ее и дальнейшего ухода до следующего цветения, проследить и получить все ответы на интересующие вопросы начинающему архаману. Думаю, будет полезно. В общем, друзья, делитесь этим видео, ставьте лайки, задавайте вопросы под этим видео. И, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok